Эти останки, вот ребята там, мальчики, они тоже плакали все, когда прочитаемый медальон был. Благодаря информации из медальона, найденного в Градищинском районе Волгоградской области, рядом с останками бойца удалось установить имя. Иван Михайлович Губарев, батайчанин. И вот солдат, наконец, вернулся с войны на родину. На церемонию перезахоронения собрались все родственники, а это почти 50 человек. Никто из них знаком с дедом-прадедом не был, но каждый хотел узнать его судьбу. Ведь с 42-го года боец Иван Губарев числился пропавшим без вести. И звонок от поисковиков буквально поразил внучку Марию Шереметову. Я была как раз в этот момент на кладбище, пошла за могилками поухаживать. И когда это звонили, я так громко на эмоциях разговаривала и плакала, что ко мне собралась полкладбища, кто там были люди. Это непередаваемо. Это я как бы радовалась, как бы наша мама, моя мама радовалась тому, что нашелся хотя бы косточки ее отца нашлись, хотя бы будем знать место его захоронения. Это я не знаю, что вам сказать. Внучка рассказывает со слов бабушки. Дедушку, которому тогда был 41 год, призвали на фронт, как только началась война. Уходил он, оставляя жену и пятерых детей. Из дома на улице Болжской. Раньше она называлась Первомайской. Туда родственники и отвезли перед захоронением его останки. Подворье так и осталось. Отстроили только новый дом. Пришло бабушке о том, что без вести пропал. От Сталинграда. Она рассказывала о том, что получили, я даже не знаю, в каком они году, как это было, но получили похоронку. После этой похоронки бабушки все время было мечтать. Пусть вернется без рук, без ног. Я его буду кормить. Мы за ним будем ухаживать, лишь бы он только вернулся. Она всю жизнь осталась так же. Она не выходила. Она не сказала, может, ничего. Воспитала, довела детей. Вот нас куча. Ну-ка. Останки нашли в 30 километрах от Волгограда в Городищенском районе. Лежал Иван Губарев с товарищем в одной яме посередине поля, которое сейчас обрабатывается сельхозтехникой. Но чуть глубже, чем достает плуг. В апреле этого года поисковикам удалось обнаружить останки 21 бойца. Но только у Губарева был медальон. Это действительно редкость, потому что из-за суеверий бойцы часто отказывались носить капсулы с личными данными. Сам боец хотел приехать домой, потому что медальон был заполнен очень четко, каллиграфическим почерком. Крышка, клопачка была закрыта очень хорошо, что помешало проникновению доступа влаги. Поэтому медальон сохранился в идеальном состоянии. То есть сухой, хорошо читаемый, никаких дополнительных экспертиз для медальона в принципе и не потребовалось. Помимо медальона рядом с останками нашли счастье оружия и нательный крестик. Пока известно, что Иван Губарев, 1900 года рождения, был участником Сталинградской битвы. Больше информации поисковики попробуют получить в Центральном архиве Минобороны в Подольске. Но главное, боец вернулся домой и воссоединился с семьей в родной земле. Екатерина Лободина, Юрий Санкин, Первый, Ростовский.